Здравствуйте! Уже вошла во вкус со всеми своими видео, но чем больше их выкладываю, тем больше вопросов ко мне возникает. Ну, например, как можно проживать в деревне, не имея собственного санузла, не имея бани? Она осталась на том участке, который был продан сестрой. Вот это вот самое здание. Но, честно говоря, я в нём совершенно не нуждаюсь. По той простой причине, что париться в одиночку неинтересно, тратить время и дрова на то, чтобы протопить баню в течение полудня и потом из неё бегать в дом. А меня это совершенно не плещает. Вот в компании попариться другое дело. Это интересно и весело. Благо, что дров хватает. У многих в нашей деревне, помимо бань, существуют ещё и подведённые прямо в избу коммуникации, связанные с колодезной водой. Но я себе такого позволить не смогла по одной простой причине. Во-первых, мне пришлось бы проводить всё это рытьё на полтора метра, как минимум, глубиной, с тем вариантом, что я могла бы повредить корни своих деревьев. Но этого мне делать совершенно бы не хотелось. Ну, а кроме того, я не вижу смысла в том, чтобы терять площадь в избе на душевую каминку. И на какие-то коммуникации меня более устраивает старый пасконный домотканный способ. Это нагревание воды в избе на печке и омовение непосредственно около неё же. Ну, а как это происходит, я вполне могу показать. Ну, вот Пранэра дорвался до моих букетов и сухоцветов. Кот, у тебя других игрушек нет, да? Плющ-то уделал, всё остальное тоже. Травку, что я приносила, слопал их. И теперь всё в комнате замечательно. Я так долго думала с местом, где разместить бабу-югу, чтобы она освещалась нормально и не выглядела слишком суровой. Даже лешего переместила. Ну, вот пришлось большую вазу убрать на задний план, поставить маленькую, вот такую из замечательной ольховой коряги, которая мне попалась несколько лет назад в лесу. Решила украсить интерьер цветочками. Да и не тут-то было. Боня, ну и ладно, я свинячу. Вон, домобову вырезаю. Ну, а ты-то, а? Ботан-любитель. Нет. Ну, как на него ругаться? Про ныра маленькая. Ой, был бы ты кошкой, назвала бы Шкодой. Чудовище. А я затопила печку и собираюсь принять сегодня душ. Ну, деревня-то дело, скажем так, достаточно простое, но немножко хлопотное. Ну, сейчас полюбуюсь на кота и потом расскажу, как это все происходит. Так, дур дом без выезда. Бонифаций, когда же ты угомонишься? Вообще-то у него через час тихий час. Ну, что ж, посмотрим, чем увенчается. Ладно, хоть ночь спить нормально. Коварный слезь с моего халата. Он удачненько развалился на моем стульчике, с тем, чтобы всегда быть под рукой и не пылиться, когда я начинаю шлифовать или вырезать. Ай, котяра. Ну вот, котяра вроде бы немножко приутих, а мне перед тем, как с ним принимать водные процедуры, предстоит опять убирать все вот это вот. Новый проект, на этот раз домовой, который только-только начал превращаться из чербака в нечто подобное. Нет, кот, сейчас тебе я со мной поиграть не удастся. Бесполезно. Я беру за веник, все убираю, и поскольку уже закипает федро на печке, приступаю к омовению. Ну вот, хоть немного кот угомонился, переключившись на каре. Но ей от этого не легче, чем мне. Впрочем, мне удалось хотя бы подмести полы. Ну а между тем, я начала готовиться к процессу принятия душа. Ну вот, мой любимый халатик. Таз, громадный таз, который, ребята, мне подогнали из Москвы. Менее емкий, но тем не менее, весьма функциональный для того, чтобы помыть голову. И тот самый бак, в который я уже погрузила. Тот самый аппарат, который мне во многом выручает. Вот. Это вариация, которой Боня явно заинтересовался. Достаточно одного ведра холодной воды, второго, который греется на печке, который я доливаю сюда же. И вот этот вот старенький, замечательный рассекатель весьма экономит воду и помогает великолепно привести себя в порядок. Ну а что до того, чтобы ничего не забрызгать, то тут тоже приняты некоторые меры. Вот тут утоплена штор для ванны. Она проходит под циновкой, которую я повесила на стену. Тут, кстати, висят мои богатырские дубинки числом три штуки. И я её обычно задёргиваю для того, чтобы ничего не забрызгать. Ну, здесь она нужна. Именно здесь. Для того, чтобы не пострадали книги, которые находятся на полках с другой стороны. Вот они мои родные, мои любимые. И ничто им не грозит. Ну, а что до меня, то я сейчас довожу температуру в избушке до гавайских широт. Этак в 25 градусов. И приступаю к омовению. Полотенце, мочалка, шампунь. Всё это уже на мази. И можно совершенно спокойно приступать к тому, чтобы привести себя в порядок. Ой, кот. Как же ты меня достал, честно говоря, своими телодвижениями. Всё, он растащил уже все папоротники практически из моего сухоцвета. Ему это чертовски нравится. Ладно. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не квакало. Боги, как я рада, что у меня появился бесёнок. Маленький, хитрый бесёнок. Эх, действительно, без кота и жизнь не та. Ну, а к тому ассортименту, который прилагается для омовения, ещё необходимый металлический тазик. У него сваливаются обычно все эти шмотки, которые необходимо постирать. И всё это затем ставится на печку с залитой водой. А утром, именно утром. Потому что какой смысл ловить кайф от омовения, а затем сразу же приступать к стирке? Нет. Удовольствие надо растянуть. И все неприятности, связанные с постирушками вручную, я обычно отвожу на утро. Ну, вот эта красненькая ведёрочка необходима для того, чтобы затем вылить всю использованную воду буквально через окно, которое я остыдливо задёргиваю на процесс своих водных процедур. Окошко открывается, водичка выливается. И именно в то место, где ничего не должно расти. Вода не повредит растениям, потому что здесь у меня сделан замечательный дренаж. Ну, вот так вот можно выйти из положения, проживая в деревне, когда нет ни бани, ни душевой кабинки. Собственно, я планировала, я планировала её сделать, но в этом случае мне бы приходилось поставить её вот здесь, здесь же сделать, скажем так, нормальный умывальник, но тогда бы я лишила своего замечательного седальщиного места. Ёлки-палки, здесь настолько удобно. Ну, вот чайничек стоит, чайничек Тефаль, который действительно когда-то думал о нас. Я его приобрел ещё, когда я начинала работать в школе 1056. Это было, дай бог памяти, где-то в 1994 году. И он до сих пор мне служит. Здесь настолько уютно, настолько приятно. И неужели можно было поступиться ради какого-то элементарного варианта омовения, пожертвовав вот таким вот замечательным местом? Нет, я контроверт. Это всё моё, это для меня. И я ничего не хочу менять. Да, у Ники в избе будет и септик, и замечательный белый унитаз. Но я не думаю, что она будет ставить ванну, скорее всего, просто душевую кабинку. Ну, что ж, если будут действительно слишком большие холода, или у меня что-то случится с обогревателем, и я не смогу приобрести новый, я просто-напросто буду иногда заходить в гости к ней. Но никогда не захочу что-то изменить у себя в избушке, потому что меня это совершенно здорово устраивает. Ладно, кто-то со счёт меня странный, но меня, честно говоря, устраивает то, что у меня есть. Мой уровень жизни для кого-то уровень смерти. Ну что ж, здоровья всем и удачи. До свидания. Всего хорошего.